Большое спасибо. Я действительно буду говорить о некоторых особенностях календарных праздников у евреев Латгалии. И говоря вообще о каких-то календарных особенностях, об особенностях календаря и вообще различиях еврейской культуры, это такая довольно сложная тема, потому что есть некоторое представление о том, что вот еврейская культура, она книжная, и там всё прописано. На самом деле, когда приезжает этнограф, то он зачастую видит разницу не только у евреев, вообще там аркиназов и восточных евреев или ещё что-то, но и на уровне разных небольших городов и местечек. К сожалению, сейчас то, что мы можем зафиксировать, это очень отрывочное сведение, но тем не менее есть какие-то тенденции, я постараюсь их показать. И я очень хотела сказать большое спасибо Музею евреев в Латвии и нашим различным информантам, людям, выходцам из Латгалии, с которыми нам удалось поговорить как в самой Латгалии, так и в Риге и в Израиле, потому что то, что они могли нам рассказать, это бесценная информация, совершенно уникальная. И я постараюсь дать описание различных обрядов, ритуалов, которые основаны на рассказах людей, детство которых прошло в различных латгальских местечках и городах, и выделить вот эти вот наиболее яркие региональные особенности. Я покажу вот, соответственно, города, где мы работали, и выходцы из этих городов, мы работали с ними в Риге и в Израиле, в различных местах Израиля. Ну и для сравнения я буду привлекать какие-то материалы, записанные от неевреев, опять же, в этих же местах. И я буду сравнивать с другими материалами, которые были записаны центром СЕФЕР в других регионах, например, на Украине, в Подоле и Галиции, в Белоруссии, Молдавии и России. И первый праздник, с которого обычно начинают рассказ о праздниках, когда мы говорим, вот нас интересуют еврейские праздники, это, конечно, Песох. И, в общем-то, это такой центральный рассказ о еврейских праздниках, как в довоенное, так и в послевоенное время. И здесь надо отметить, что описание, я покажу фотографию, это Песох в Прейле в 1930-е годы. Значит, и, опять же, бытовое описание праздников практически вытесняет рассказ об истории праздника, то, что как раз относится к так называемой народной Библии, где объясняется, почему евреи празднуют и так далее. И главное, что, собственно, остается, это рассказы о том, как пекли мацу, как ее привозили, или как ее пекли в местных пекарнях, как ее родители покупали. И чаще всего, конечно, рассказ сейчас уже вытесняется рассказами из советского времени, когда это было сложно покупать, как ее выпекали дома, как ее за ней ходили и так далее. То есть это вот становится таким главным ключевым рассказом. Кроме того, мы видим, что рассказы, например, о двух комплектах столовых сервизов. Опять же, это такой тоже очень типичный рассказ о том, как столовые приборы либо кошировали, либо были другие и так далее. Или, например, вот нам удалось записать такую шутку про коширование рта. Надо сказать, что вот, к сожалению, я ее не привела, но, значит, интересно смеялись, что когда мы были детьми, мой папа говорил, что надо углями кастрюли что-то выжигать. Я смутно помню. Это такой типичный рассказ о том, как можно откошировать посуду, если нет дополнительного комплекта. А папа говорил, а ты рот кошерным делать будешь, туда надо угли горячие положить. И это такая, с одной стороны, вроде бы такая шутка папы, с другой стороны, это такой фольклорный сюжет, который мы находим, например, в воспоминаниях Паулины Венгеровой, где она говорит о том, что их слуга пришел к ним и над маленькими девочками пошутил, сказал, а вот видите, вот камешками там выжигают посуду, а рот вы тоже должны кошировать для вот этой вот новой пищи. И, соответственно, это такая устойчивая шутка, которую говорили дети. Еще один из таких устойчивых рассказов, это, опять же, рассказы про стаканчик с вином, который ставили для Илья Хуханова или Ильи Пророка. То есть это тоже, опять же, такой сюжет, который есть во многих регионах, потому что дети его очень хорошо помнят, как они смотрят, изменилось ли количество вина в бокале и так далее. То есть это вот такие яркие детские воспоминания. И, наверное, один из таких очень ярких... То есть это те случаи, которые я привела, довольно стандартное описание, которое характерно для многих других регионов. А вот один из интересных случаев особенных — это описание хода пасхального седера. И вот, значит, соответственно, один из наших информантов рассказал то, что он видел в доме своего дедушки в деревне Мортони, недалеко от Лудзы. Это Шлома Камайский, который сейчас живет в Израиле. И он рассказывает, что мой дед делал так. «Вспоминают, когда шли через море. Мой дедушка выливал воду в комнате и ходил босиком с палкой. Он делал так, как будто по морю идет. И делал он это в первый-второй день Пасхи». Больше нам подобных описаний не было найдено ни в других регионах, ни в этом. И пока трудно объяснить происхождение этого обычая. И это вот такая вот как раз ярко-региональная особенность. И скорее, в общем, не очень типичная. И нам было бы интересно найти какие-то аналогичные описания вот этого ритуала. Если мы говорим, анализируя описание праздников Йом-Кипура, Рошана, Суккот и Шивота, то мы не видим каких-то заметных региональных особенностей или каких-то трансформаций, которые характерны для данного региона. Например, говоря о празднике Суккот, выходцы из Латгали вспоминают, конечно, что дома строили Суку. И здесь подчеркивают, там, описывают ее конструкции и говорят, что это была отдельная постройка, обычно пристроенная к углу дома, они построены отдельно, или обычно к углу кухни, чтобы было удобно подавать еду. И, ну, если говорить о какой-то такой важной региональной особенности, связанной с климатом, это то, что ее покрывали еловыми ветками, а, например, не камышом, как на Украине. Ну, соответственно, вот это вот, опять же, рассказы о строительстве Суки характерны не только для евреев, но и для неевреев. И, например, записаны рассказы, как неевреи специально привозили, узнавали дату Суккот и привозили еловые ветки и продавали их евреям, чтобы, ну, помогая, помогая, или, в общем, делая такой свой маленький бизнес в строительстве шалашей. И рассказ о том, как один из неевреев ошибся днем начала Суккота, и, вернее, ну, и привез уже, когда праздник шел, еловые ветки, понял, что заработать не может, и для него это было такое большое разочарование. Одним из таких важных особенностей является празднование Лагбаомера в этом регионе. Вообще, например, если говорить о регионе Украины или Молдавии, то Лагбаомер является таким не очень заметным праздником, и многие наши пожилые собеседники уже даже не очень помнят этот праздник, потому что он не являлся каким-то ярким и запоминающимся. А вот для евреев Латгалии это такой довольно заметный день. И первое, на что нужно обратить внимание, что это, скорее, детский праздник. Дети в этот день ходили в лес и стреляли из лука и устраивали разные игры, например, изображали сражения римлян и евреев. И вот здесь фотографии из Лутз 1930-х годов, это из личного архива, это фотографии батии Гамзы, которая сейчас живет в Израиле тоже. Это, собственно, ее детский сад. Вот они два года подряд, соответственно, до конца 1930-х годов. Соответственно, рассказы на Лагбаомер мы ходили в лес, делали такие, стрелки игрались. Это напоминает Маковеев против римлян. Сами луки и стрелы делались. Ну, я уже говорила, что такая традиция не фиксировалась нами в других регионах. Но вообще это распространенная традиция, которая хорошо описана в мемуарах и различных исследованиях. Например, в мемуарах Шмарья Гулевина это встречается и из Белоруссии, еще в некоторых других. Эта традиция активно развивалась сначала в хедерах, а затем в еврейских школах. И вот, ну, как мы видим на этих фотографиях, в детских садах. И в этот день устраивали различные мероприятия на свежем воздухе. Ну, вот, значит, соответственно, когда мы говорим про школу, то мы говорим вот про такие выходы на свежий воздух. А если говорить про домашние обычаи, то в этот праздник было принято красить яйца. И надо отметить, что это не самая распространенная традиция. И, например, у евреев Бессарабии идея красить яйца связана исключительно с христианской Пасхой и вызывает, надо сказать, довольно такое очень жесткое отторжение. И когда я рассказывала вот об этом обычае в присутствии, скажем так, представителей евреев из Бессарабии, то для них это вызвало огромное удивление, что евреи из Латгалии так делают. И, значит, ну вообще, скажем так, красить, ну вот это вот такая очень чужая традиция для евреев из Подолии или Молдавии. Но обычай красить яйца зафиксирован был нами не только в Латгалии, но и, например, мы встречаем это в мемуарах Шмарьягу Левина, который вырос в местечке Свислоча-Бобруйского уезда. Или, например, мы зафиксировали это в Смоленской области, в некоторых местечках, например, в Монастырщине и других. И, соответственно, вот я привожу несколько воспоминаний, что весной вот есть такой праздник, когда красят яйца. И надо сказать, что вот сейчас, когда жители Латгалии переехали в Ригу, где есть представители других регионов, и происходит такое культурное столкновение, опять же, это вызывает большое удивление. И вот мы видим это по кусочку из первого интервью. Кроме того, что красили яйца, с ними играли. И вот второй фрагмент рассказывает о том, как, соответственно, устраивались игры с яйцами. Это интервью записанное от жительницы Даугав Пилсон. Сейчас она живет тоже в Риге. И, соответственно, вот это вот описание игры, оно, конечно, очень такое характерно и для русских, и для белорусов. То есть, мне кажется, такое очень сильное славянское влияние, характерное вот для евреев. Объяснение происхождения бычь, красить яйца на Лакбаумер пытался дать израильский фольклорист Йомтов Левинский. Он объяснял это тем, что яйца красили и ели в знак траура по рабе Акиве и его ученикам. Потому что период до и после Лакбаумера считается траурным, соответственно, а яйца являются такой траурной пищей. Ну, переходя к следующему празднику, я расскажу про описание Хануки. Значит, соответственно, ладгальские евреи хорошо знают историю происхождения этого праздника. И что важно, это знание, неопределенное в последние годы под влиянием вот такого еврейского просвещения, как, например, это происходит среди, скажем так, подольских евреев, которые узнают про историю праздника из современных книжек. Или, например, знание, которое было получено в Израиле у тех, кто переехал. Они помнят хорошо эту историю с детства из еврейских, опять же, школ. И очень часто они цитируют стихи, которые они учили на Хануку, песенки и так далее. И, соответственно, рассказывают, что главным атрибутом, конечно, являются свечи, которые зажигали. И помнят некоторые игры, которые были распространены на Хануку. То есть ханука — это именно тот праздник, на который было принято играть в самые разнообразные игры не только детям, но и взрослым. Но все описывают, конечно, что это были детские игры. Например, вспоминают то, что на Хануку было принято играть в гор. Но правила игры обычно не очень хорошо помнят, но тем не менее. И здесь важно отметить, например, если говорить такой этнографической составляющей, что термин для волчка, в который играют, характерно именно название гор, а не дрейдл, которое распространено у молдавских и украинских евреев. Это тоже такая важная особенность. И часто, когда мы спрашиваем, а играли ли в дрейдл, не очень понимают вообще, о чем идет речь. Или, например, вот здесь зафиксирована интересная игра в орехи. Это тоже, надо сказать, очень важная этнографическая особенность, потому что, например, воспоминания Хехес Киллокотика, который родился и вырос в Брест-Литовске, он говорит о том, что игры с орехами были приурочены только к Сукоту. А этнограф романов, который описывает детские игры белорусских евреев, и понятно, что это имеется в виду не только, имеется в виду и латгальские евреи тоже, сообщает, что в орехи было принято играть на Хануку. Он приводит разные типы игр, и в том числе вот эту игру, когда катятся орехи по доске и должны сталкиваться. Ну, кроме традиционных деталей описания праздника, вот игр, зажигание свечей, еще, конечно, вспоминают Хануки Гельты, об этом помнят, опять же, рассказывают все. Ну, и как я уже говорила, вот эти вот очень яркие воспоминания о праздновании Хануки и концертах в детских садах и школах. И очень часто нам, например, мы записали несколько ханукальных стишков, которые читали в детском саду, и несколько таких отрывочек песенок, которые пели, опять же, не дома, а именно в детском саду. Если говорить о Симхат-Таре, то это особый и веселый праздник. Его помнят все, и, соответственно, очень часто в советское время, когда большинство людей, с которыми мы разговаривали, уже жило в Риге, они говорили, что это единственный праздник, на который было принято ходить в синагогу, и даже молодые люди туда ходили, и, в общем, есть подробное описание. И вот если говорить о ярких каких-то воспоминаниях, то ярким детским воспоминанием, когда мы разговариваем с жителями Молдавии и Украины, является вот такой вот атрибут того праздника флажок. И, например, есть даже рассказ о Шалом Алейхома детский, который называется флажок. Этот флажок изготавливался взрослыми для детей, чтобы они могли с ним пойти в синагогу. Он делался довольно просто. Делалась такая цветная картинка, наверху прикреплялась яблочко, на него прикреплялась свечка. Это такая очень яркая, с одной стороны, ашкеназская традиция, которая получила распространение примерно с XVII века в Восточной Европе. Однако в Латгале флажки не делали, и никто из наших информантов о таком атрибуте праздника не знает. И вот здесь интересен диалог семейной пары. Муж происходит из города Аргеева в Молдавии, а жена из Лудзы. И, соответственно, первое, что он вспоминает об этом празднике, это как раз флажок. Жена, соответственно, о таком даже не слышала, и, соответственно, тут происходит такой вот немножко спор. Муж пытается рассказать, а жена как раз пытается доказать, что нет, такого закона и ничего подобного не делали. При этом, например, наша информантка, которая выросла в Вороклянах, рассказывает, что на этот праздник было принято делать светильники и свеклы, с ним ходили в синагогу. Но, опять же, о флажках она ничего не слышала. Но, несмотря на отсутствие такой вот народной традиции, в 1930-е годы в еврейских школах накануне этого дня раздавали флажки, с которыми дети ходили в синагогу. И вот, соответственно, цитата из интервью женщины, которая выросла в Лудзе. Соответственно, вот он раздавал вот эти вот флажки перед осенними праздниками. Если вообще пытаться проанализировать, почему здесь есть флажки в других регионах, вернее, нет флажков, а здесь есть флажки, Шлома Сабар, такой израильский фольклорист, искусствовед, говорит о том, что флажки вообще связаны с распространением хасидизма. И это такой вот яркий атрибут хасидского детства. Тут, опять же, можно говорить действительно, что в Лакгалии процент хасидов был значительно ниже, и, возможно, действительно именно с этим связано отсутствие в этнографической такой реальности вот этих вот флажков. Несмотря на то, что они были в других регионах активно распространены. И мы видим, что в 1930-е годы происходит проникновение некоторых новых обычаев и обрядов посредством еврейских школ, детских садов. Сдаётся некоторая новая традиция, появляются новые атрибуты, которые вообще не характерны для Лакгалии. И, как мне кажется, праздником, который претерпел очень значительные изменения в 1930-е годы, является Пурим. Если отмечать какие-то особенности этого праздника на территории Лакгалии, то следует обратиться сначала к описанию его в других регионах. Информанты из Подолии, Молдавии отмечали, что это самый весёлый, яркий праздник, в который было принято напиваться, гулять по местечку, рядиться в различные карнавальные костюмы. Было часто принято устраивать специальное представление Пуримшпиля. В Галиции неевреи зачастую очень подробно и ярко описывают этот праздник. И он был заметен за пределами нееврейских домов. И, например, говоря о нееврейском материале из Галиции, у нас просто огромное описание вот этих праздников. И, в общем-то, их едва ли не больше, чем о Песохе, который, в общем-то, самый распространённый праздник. В Латгалии ничего подобного мы не видим. У неевреев нет никакого представления об этом празднике, нет там специального названия, вообще не помнят этот праздник. И, соответственно, если мы говорим о неевреях, то главное, что рассказывает об этом празднике, о том, что это пекли специальные треугольные булочки. И больше, собственно, ничего особенного. И это главная составляющая праздника. Но иногда ещё помнят, соответственно, что были подарки, шалахмонес и так далее. Опять же, например, некоторые выходцы из Латгалии, начиная описывать Пурим как весёлый праздник, на который нужно устраивать маскарад. На наш вопрос, а делали ли так дома, говорят о том, что нет. Такое описание Пурима они читали у Шалома Лейхама. И, соответственно, большая часть людей рассказывает о том, что маскарады устраивали, но в детских садах и в школах. И, соответственно, вот опять же фотографии из 1930-х годов, из города Лудзо, где, соответственно, устраивали такое празднование в детском саду. То есть, соответственно, мы вообще видим, что 1930-е годы, ну и, может быть, чуть-чуть раньше, становятся таким вот рубежом, когда начинают трансформироваться вообще все различные еврейские праздники. И мы видим, что в межвоенный период в Латгалии под влиянием различных культурных, политических обстоятельств, например, сионистского движения. Условно то, что я назвала некоторой такой еврейской глобализацией, происходит вообще трансформация еврейских традиций. С одной стороны, данные тенденции характерны для официальных учреждений, типа детских садов и школ, но в то же время большинство людей становятся светскими, и соблюдение традиций не является уже религиозной нормой. И это, скорее, демонстрация своей такой, вот это празднование, демонстрация этнической идентичности, а не вот нерелигиозной. И поэтому восприятие некоторой общей нормы того или иного праздника становится более приемлемой. И здесь важно отметить, что изменениям и трансформациям подвергаются не главные праздники истории, такие как Песах и Йом-Кипур, а второстепенные. Ханука и Пурим обретают новый смысл и становятся скорее национальными праздниками. Именно так называют иногда некоторые наши информанты их. И поэтому историю этих праздников очень хорошо помнят, потому что они, опять же, о ней говорят в школе. В послевоенное время происходит в некотором смысле консервация традиций. Они сохраняются дома и не появляется никаких нововведений. Ну, конечно, нельзя говорить о том, что все элементы традиции сохранились там. Но многие продолжают сохраняться. Новый виток трансформации начинается уже в постсоветское время, когда создаются новые еврейские организации, происходит возрождение еврейских обычаев, опять же, на официальном уровне. И выходцы из Латгалии сталкиваются с новыми практиками, которых они, например, не помнят из дома и которые кажутся им странными. И, опять же, официальным организациям некоторые домашние практики латгальских евреев, например, красить яйца, тоже кажутся несколько странными и не совсем приемлемыми. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Я сказала так вскользь, потому что действительно это трудно. Большое спасибо. Очень интересный вопрос. Почему так? Действительно, я во многом вижу влияние и латгальских традиций, и старообрядческих традиций. И можно говорить действительно о такой вот, с одной стороны, об открытости и восприятии каких-то региональных традиций. Например, вот этого вот идеи поминального дня Лакбаомера, который имеет некоторое сходство с радуницей старообрядческой. Об этом можно говорить, с другой стороны, можно говорить о такой закрытости и поэтому сохранении каких-то консервативных. То есть это все действительно еще требует такого немножко дополнительного исследования, чтобы посмотреть и местную традицию, и более подробно еврейскую традицию, и сопоставить ее. И действительно вот это вот влияние хасидских каких-то традиций, почему на Украине было так, а в Латгалии было так. И сравнить опять же с Белоруссией и посмотреть, где проходит вот эта вот граница каких-то различий. То есть это тоже важно и тоже очень интересно. То есть мы пока вот, условно говоря, вот видим какие-то отличия, но, например, от подольских евреев, а на уровне, ну, например, витебских евреев или евреев в России в Смоленской области мы пока вот какого-то такого жесткого, ну, то есть мы еще масса, скажем так, вещей, которые нужно посмотреть для сравнения. Ну, и почему возникает, почему, например, нет флешка тоже. Ну, мне кажется, что это потому, что там хасидизмения раз по стране, но это... Да, это так очень... Поздравляем... Поздравляем... Поздравляем. дедушки шлома сама шлома камайского которому хорошо нашего друга что еще такого отличного было в латгальском пессахи я так не уловил вот как раз секундочку да кроме того и вы нашли еще такие некоторые может быть такие особенности в латгале в двух-трех таких таких эпизодах говоря о том что латгале то ли меньше хасидизм на самом-то гораздо больше хасидизма чем других регионах название гор которые моя мама употребляла будучи очень далеко от латгале естественно говорящие по немецки семья из из металла так что как-то вот хотелось бы больше симметизации потому что если вы случайно найдете латгале одну хасидскую семью а в наоборот в метаве одну мид наггетскую или наоборот мы получили разные результаты вопрос о том насколько эта выборка ну достоверно проверено или такие случайные вкрапления на основе которых очень трудно сделать вообще какие-то выводы но очень креативно и дедушка шло макамайского предложено доходить по воде давайте пришло это отличило от гальских праздников от всех остальных праздников евреев я бы как-то очень осторожны к этому спасибо большое спасибо да я как раз и указала что одно маленького такой вот отличие распы саха я пыталась сказать что я его нет он он очень очень традиционен и очень похож а вот этот вот действительно эпизод который мы не можем больше нигде найти и нет кого записать это я как раз подчеркнул что это одна запись и действительно у нас больше ничего такого нет это вот первое во вторых например действительно очень интересные уже говорил об этом сравнить в какие-то отдельные элементы вот которые мы нашли в латгале ну например название гор которое есть владгале но нет например его не знают евреи скажем из подоле или не знает евреи смоленского но знают евреи из метавы то есть как раз расширить наши наши исследования в других регионах и тогда мы могли бы там картографировать и посмотреть те или иные вещи говорить о том ну как бы говорить вообще какой-то выборки сейчас очень и очень сложно потому что количество людей тоже о чем я пыталась сказать она довольно мало которое так или иначе помнит и может подробно рассказать и это тоже очень очень важный момент то есть с одной стороны у нас есть как бы круг текстов которые вот там не знаю очень четко мы видим что вот это вот влагали нет вот нет слова дрейдл например нет флажка это мы можем понять а есть какие-то вещи например вот единичное свидетельство которое вот оно красивое но такое немножко курьезное мы можем его показать как этнограф и вот интересная вещь но второго такого уже нет и зачастую в этнографе так и бывает что это единичный факт это не то чтобы вот очень часто мы не можем выстроить тоже мы не можем выстроить уже какую-то такую логичную вещь говоря например не только вообще еврейской культуре на многих других культурах это ну скажем так это вообще особенность некоторые антропологии и этнографии что тут невозможно говорить количественных методов так вот таком в таком ключе спасибо это был конечно некоторый троллинг со стороны представителя точных наук да 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 хорошо спасибо спасибо да да ну так там вот да вот вот